Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! Я к вам с быстрым и простым рецептом. Сегодня пеку очень вкусные и нежные творожные рулетики с великолепным апельсиново-кокосовым ароматом. Такая выпечка будет, кстати, к любому чаепитию. Открывайте список ингредиентов под описанием к видео. В чашу измельчителя положила творог, холодное сливочное масло, добавляю сахар, а также ванильный сахар и соль. И немного тертой цедры апельсина или лимона. И измельчаю до однородности. Далее добавляю примерно 2 третьих части муки, разрыхлитель и еще раз все размешиваю. Половину отложенной муки высыпаю на стол, сверху выкладываю тесто, присыпаю оставшейся мукой и замешиваю тесто. Долго его вымешивать не нужно, оно должно остаться мягким, нежным и не забитым мукой. Поэтому при необходимости корректируйте ее количество. Далее делю тесто на две части. И из каждой раскатываю тонкую лепешку продолговатой формы. Присыпаю ее сахаром и кокосовой стружкой. Количество стружки и сахара берите на свое усмотрение. Если вдруг вы не любите вкус и запах кокоса, замените стружку корицей или тертым шоколадом. Теперь аккуратно сверну рулетиком. Друзья, смотрите на моем канале и другие рецепты не менее вкусной и быстрой выпечки, в том числе и из творожного теста. Помимо большого количества рецептов печенья, у меня есть даже рецепт пирожков на подобном тесте, а также творожные рогалики и творожный торт. Все ссылки я оставлю под видео. Итак, подравниваю получившуюся трубочку и разрезаю на желаемое количество частей. Делайте на свое усмотрение. Выкладываю рулетики на противень и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку минут на 15-20. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Осталось только посыпать сахарной пудрой и можно всех звать к чаю. Очень вкусное и нежное печенье готово. Оно просто благоухает, соединяя в себе сливочный, кокосовый и апельсиновый ароматы. Внутри оно нежное, а снаружи хрустящее. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok